Здравствуйте, это я, Алиин, и мое новое видео. Сегодня я вам расскажу, как делать массаж по реснице. Положение пациента на массажном столе, иного положения для этого массажа быть не может. Начинаете, значит, здесь вот внизу желательно его перекрыть полотенцем, чтобы белье нижнее, оно не закатывалось, потому что во время массажа, за счет вот этого давления, оно будет немножко сюда подниматься, будет вам мешать. Здесь, если это женщина, надо снять бюстгальтер, руки вдоль корпуса, вот так вот сейчас лежат у пациента, начинаете с осмотра, обращайте внимание на какие-то новообразования на коже. Вот видите, здесь есть такая вот большая родинка, вот это родинка Невус. Я не могу его классифицировать, потому что здесь надо более высокой квалификацией, нежели та, которой я обладаю. Но я знаю точно, что его массажировать нельзя ни в коем случае, поэтому вы должны его всегда иметь в виду. Видите, у пациента такое есть. Бывают более темные вот, например, пятнышка пигментная, на это можно внимания не обращать совершенно. Значит, начинаете, естественно, с поглаживания, с приема поглаживания от центра спины, вот, от центра спины, и к пакетам лимпоузлов. То есть, в данном случае мы делаем поглаживание легкое к пакетам паховых лимпоузлов. на одну сторону, вот, и затем переходим на вторую сторону, вот таким вот образом. Далее, мы немножечко ускоряем ход лимпы в верхнюю часть спины к подмышечным пакетам лимпоузлов, то же самое. Советуют поглаживание делать так, чтобы вот этот большой палец касался, длинный палец касался кушетки, вот таким вот образом. То есть, вот здесь рука заходит, вот так вот он найдет. Значит, немножечко у меня рука встречает сопротивление, это связано с тем, что пациент слегка влажный, такое бывает. Поэтому, если у вас возникло такое ощущение, можете дать немножко масла. Кроме того, когда вы делаете приемы разминания, уже вторую часть, часть приемов разминания, то я вам тоже советую дать немножечко масла. Это вам даст возможность сделать более глубокое разминание, и при этом, чтобы вы не травмировали кожные покровы пациента. Вот это все приемы поглаживания. Затем делайте приемы растирания. Ну вот, самый простой прием растирания, это вот такой вот, он называется пересекание. Значит, при этом кожа смещается. Растирание, в принципе, можно делать во все стороны, но только опять-таки, не забывайте о родинке. Этот прием очень интенсивный, этот прием требует от массажиста усилий, это трудный прием. При этом, вы все время следите за пациентом. Потом делается вот таким вот образом прием растирания. И все время следите за родинками, чтобы вы их не касались. Ну, опытные массажисты их не касаются. Начинающим массажистам я советую просто на родинку поставить палец и обрабатывать все вокруг. Так точно вы на нее не попадете. Все. Затем делаете опять приемы поглаживания, опять пакетом лимфатических узлов. Вниз, наверх. Значит, я делаю массаж более коротко, не так, как вы должны делать. Вообще, специалисты делают его более длительно. Я это делаю для чисто демонстративных целей. Чтобы показали вам, как это делается. Все. Теперь делайте приемы разминания. Значит, приемы разминания можно начинать вот таким вот образом. То есть, опора на вот эти четыре большие пальцы, на гребни подвздошных костей. А вот эти два больших пальца разминают. И вот таким вот образом движетесь, движетесь наверх. Хочу еще рассказать один момент. Если человек у вас имеет, ну, недостаточно такой полной комплекции, то для того, чтобы немножечко выровнять поясничный лордоз, лордоз это изгиб поясницы кпереди, то для этого можно подложить под живот валик из полотенца. Ну, в данном случае мне это не надо. Но большинство массажистов именно так и делают. Особенно, если у людей проблема в пояснице, то первое, что они выравнивают этот лордоз валиками из полотенца. Вот. Либо берется там три-четыре таких полотенечка, ложится под живот и делается массаж. Вот это вот щипцеобразное разминание. Значит, цель этого приема стимулировать, максимально стимулировать кровообращение вот в этом вот, в этой области. Потому что там, где хорошее кровообращение, там, естественно, проблем никаких не должно быть. Но хочу еще один момент с вами обсудить. Значит, когда вы делаете массаж кому-то, или сами идете к массажисту, то обязательно перед этим вам надо посетить врача. Массажисты по большей части своей врачами не являются. Очень редко, когда врач занимается массажем. Обычно массажем занимается средний медперсонал, либо люди, имеющие высшее образование по специальности биологии, или физкультура. Они тоже хорошие массажисты, но лечить может только врач. Поэтому, в идеале, вы должны сначала посетить врача, пройти осмотр у врача. Врач должен посмотреть, нет ли показаний к массажу, противопоказаний к массажу, которые бывают абсолютные противопоказания, и относительные, то есть временные противопоказания. Если их нету, тогда вы должны записаться на прием к массажисту, сделать курс массажа. Сами массажисты назначение врача давать не могут. Это запрещено, и, как правило, они этого и не делают. Вот таким вот образом, да, всегда вы стараетесь обрабатывать дальнюю сторону от себя. То есть, видите, я нахожусь через пациента и обрабатываю его дальнюю сторону. Затем вот такой прием. Тут так называемая гроховидная кость. Вот этой гроховидной костью вы делаете такие вот, немножечко давление создаете и делаете такие вот разминающие движения. Значит, на все про все у вас на массаж поясницы должно уйти где-то 8, максимум 10 минут. Ну, есть возможность там каких-то отклонений по времени, но это уже отдельный случай. Так вот, примерно столько. Вот это все приемы разминания. Значит, ошибки, видите, полотенце немного поднимается. Значит, ошибки, которые делают массажисты, начинающие, состоят в том, что они часто делают разминания кожного покрова и кожно-жировой клетчатки. А им надо добраться до мышц. Поэтому старайтесь, чтобы у вас такого не было. Это тяжело, подчеркиваю, тяжело определить мышцу. Надо иметь опыт какой-то. Но после некоторой тренировки у вас-то начнет получаться. Это абсолютно точно. Все, делаем опять легкое поглаживание. Уже пакетом лимфатических узлов. Да, еще хочу сказать. Значит, вот тут мы находимся в проекции почек. Поэтому, ну, все знают, массажисты знают, что массаж включает в себя 4 типа приемов. Это приемы поглаживания, приемы растирания, приемы разминания и приемы вибрации. Так вот, очень часто массажи заканчиваются такими вот ударными приемами, вибрационными приемами. Я вам хочу сказать, что в проекции почек, здесь я делаю массаж, никаких ударных воздействий быть не должно. Категорически. Кроме того, ударные воздействия нельзя применять у людей, которые страдают патологией со стороны сердечно-сосудистой системы. Вот такой вот очень простенький для, как говорится, для домашнего использования был сегодня массаж поясницы. Это был Лия Алиин. Если у вас есть какого-либо рода вопросы, пожалуйста, пишите мне в моем аккаунте. Я вам отвечу в комментариях. Всего доброго. До свидания.